Всем привет! Меня зовут Оля Голубева, а это мои братья Бронислав и Паша. И мы ничего не знаем о пчелах. Сейчас мы это исправим. Мы находимся в эко-комплексе «Уральская пчелка». Местные пчелы не только делают мед, но и лечат людей. Пчеловоды очень как-то не любят показывать свою жизнь, не любят залазить в улья, показывать, что там творится. Они любят вообще принимать гостей. Мы решили, раз эта ниша еще не занята, что будет классно вообще вот это туристическое направление развить. Это купольный дом с пчелами. По-научному – опекупол. Считается, что он снимает стресс, улучшает память и еще много полезного делает для организма человека. Но для этого здесь надо посидеть хотя бы час. Там мы окружены пчелками от макушки до пяток. А пчелки у нас там и на потолке находятся, и внизу мы сидим на пчелках. Интересно, у них тут прям жизнь. Те, кто хотят улучшить лечебный эффект, могут провести ночь на пчелах. Для этого тут есть специальные кровати. Всю ночь вас будут окружать запахи воска, пыльцы и меда. Приезжают люди в основном у тех, у кого нарушен сон, кто плохо засыпает, кто плохо спит. А также обращаются те, у кого снижен иммунитет, у кого проблемы с вниманием, памятью, интеллектом. Любители народной медицины убеждены, что умершие пчелы – лекарство от всех болезней. Из них делают мази, настойки. Кто-то их ест просто так. Чего не сделаешь ради классного сюжета? Вот и крылышки, вот и две. У нас есть вот эта штука. Лай. Лай. Да, что же, я не знаю, что ли. Лай. У меня глаза большие. Пчелы, они любят светлые цвета, они темные, не любят. Они не любят шерсть такой, вот волосы. Может, сказки кто-нибудь смотрел, там не любят медведей, они враги. Пчелки вас не ужалят, они не атакуют, у них другие задачи, они летят сейчас за медосбором, за нектаром. А вы знали, что пчелы никогда не спят и все время трудятся? Да, вкусный мед у них получился. Чтобы ей собрать 100 миллилитров, ну, пчелкам собрать 100 миллилитров меда, надо пролететь 10 миллионов цветков. Вообще, пчелка у нас живет 40 дней. Когда она вылупляется, выходит на 40-й день, 20 дней она занимается грязной работой. То есть, она очистит вулии, ухаживает за маточкой, работает приемщиком меда, работает сторожем, охранником. И оставшиеся 20 дней она уже непосредственно летает за нектаром, поэтому она собирает всего лишь одна пчелка на кончике чайной ложечки за свою жизнь. На пасеке, кроме пчел, есть еще и кролики. Вот что я поняла. Все в пчелах полезно. Особенно, если они дрессированы. Винни-Пух бы мне позавидовал. А вы не завидуете. Приезжайте сами в ЭК-комплекс «Уральская пчелка». Здесь вас вылечат и накормят вкусным медом.